Это только на картинках всё просто. В новых микрорайонах школы, детские сады, зелёные зоны. В реальности каждый клочок земли под социальную инфраструктуру приходится буквально выбивать. В Солнечном, в новом микрорайоне школу запланировали на частной земле. Она принадлежит компании Красноярск Промстрой. Фирма отдавать участок просто так не желает, хотя обещала. Более того, на этой территории она уже успела построить часть многоквартирного дома. То через суд, также, уважаемые застройщики могут на самом деле весь этот микрорайон застроить, имея землю в собственности, застроить одними жилыми домами. В районе мясокомбината власти разрешили строить максимум 10-этажные дома, а по факту там будут 23-этажки. Власти сносить дома не решаются, боятся обманутых дольщиков. Но теперь в микрорайоне нужно больше школ и детских садов, а земли под них нет. Участки всё так же в частной собственности у строителей. Переговоры Мария, конечно, ведёт, но пока безрезультатно. Собственники земли, где школу нарисовали, выступали, говорили, мы не хотим там школу строить. Мы не просили и землю не планируем никому отдавать. То есть мы получим просто микрорайон на 29 тысяч человек без нормальной социальной инфраструктуры. На мясокомбинате проблемы не только со школами. Пока не ясно, откуда в новом микрорайоне появится электричество и отопление. Потенциальным новосёлам депутаты горсовета советуют тщательнее подбирать жильё. Виталий Поляков, Сергей Кашин. Афонтова новости.